Премьер-министр Казахстана впервые после вступления в должность провел полноценное интервью с журналистами. Как оказалось, премьер не любит долго разговаривать, поэтому уложились всего в полтора часа, что по сравнению с количеством накопившихся вопросов – очень короткий промежуток времени. Журналистов изначально интересовало, что происходит в экономике, ведь все думают, что коронавирус нанес стране серьезный ущерб. Но Мамин начал показывать, что, несмотря на все трудности, с экономикой все хорошо. По словам Мамина, ни одна крупная компания в Казахстане не остановилась. При этом впервые в истории страны производственный сектор обогнал горнодобывающий. Экспорт продуктов переработки увеличился на 25%. В 2020 году сдано более 200 проектов на сумму 1 триллион тенге. Еще 128 проектов будут запущены в этом году, что означает новый цикл индустриализации страны. Своё заявление о росте цен на продукты питания и инфляции премьер-министр начал с того, что происходит в мире. По данным ООН, рост мировой продовольственной инфляции составил 30%. Мы тоже являемся частью мировой экономики, и мы не можем избежать этих глобальных изменений. Мы пытаемся стабилизировать ситуацию в нашей стране. Сейчас у нас уровень инфляции почти 9%. Но мы надеемся, что благодаря принимаемым нами мерам удалось стабилизировать ситуацию. Индекс продовольственной инфляции за последние месяцы упал на 0,2%, сказал премьер. В рамках развития села власти планируют выделить более 1 триллиона тенге в течение следующих 4 лет. И они продолжат традиционно бороться с безработицей, создавая рабочие места, даже в сельском хозяйстве. Было интересно услышать позицию премьера по больному месту. ИГОФ. По его словам, время сейчас заставляет продвигаться дальше. Цифровизация поможет существенно поднять уровень предоставления госуслуг населению. По его словам, правительство изучило несколько вариантов платформенных решений различных компаний – Huawei, Microsoft, Amazon и Сбербанк. Министерство цифровой индустрии сейчас ведет переговоры со Сбербанком, обсуждает детали проекта и, как обещал Мамин, все будут проинформированы обо всех деталях сотрудничества. Журналисты много говорили с премьер-министром и по другим вопросам. Он постарался подробно рассказать все направления. Говорили о транзитном и транспортном потенциалах страны. Оказывается, несмотря на спад коммерческой активности во всем мире, транзит, похоже, идет хорошо. По направлению Китай, Казахстан, Россия, Европа – рост контейнеров-перевозок на 40%. По территории Казахстана уже перевезен миллион контейнеров. Поговорили и о других направлениях, но, по словам премьера, в стране все хорошо, хоть и есть некоторые проблемы, которые решаются постепенно.